Лето – это не только время каникул и восстановления после насыщенного учебного года. Это еще и самый разгар вступительной кампании в высшее учебное заведение. Выпускникам 9-11 классов предстоит сделать важный выбор – в каком университете продолжить обучение и получить полноценную путевку во взрослую жизнь. Всеукраинский лидер на рынке высшего образования, Национальный университет, Одесская юридическая академия, всегда рад видеть в своих стенах амбициозную, целеустремленную молодежь. В эту субботу, 29 мая, ВУЗ открыл свои двери для абитуриентов и их родителей. Мероприятие традиционно прошло в смешанном формате. Те, кто не смог посетить университет, присоединился к прямым трансляциям на официальных страницах юрокадемии в Инстаграм, Фейсбук и Ютуб. Будущие студенты встретились с президентом ВУЗа Сергеем Киваловым и узнали о всех новшествах вступительной кампании. Не обошлось и без знакомства с материально-технической базой университета. Подробности далее в материале. Одесская юридическая академия снова рада встрече с абитуриентами. Уже традиционно двери открылись перед теми, кому совсем скоро придется сделать важное решение в жизни, а именно выбрать высшее учебное заведение. Ученики 9-11 классов пришли, чтобы познакомиться с условиями в одном из самых престижных университетов страны и принять решение, от которого зависит дальнейшая жизнь. Сюда пришли только самые амбициозные, которые хотят построить карьеру, которые хотят получить хорошие знания. Те, которые имеют перспективу и они сдадут ЗНО, станут нашими студентами. Они могут у нас учиться на нескольких факультетах. Это очень важно. Тяжело, никто не говорит, что легко, но зато вы будете незаменимым специалистом. Хороший, квалифицированный юрист, адвокат, судья, они получают все хорошие денежные средства. Особенно то, что касается адвокатуры. Хороший адвокат, он всегда востребован, везде. Мы пришли к тому, что сегодня мы имеем семейного врача и каждая семья должна иметь своего адвоката, как это в развитых европейских странах. И поэтому вот таких специалистов готовим мы. Каждый абитуриент, с которым нам удалось пообщаться, рассказывает, что об университете узнал от знакомых студентов вуза. Разумеется, рекомендация – это лучший отзыв. Но говорят молодые люди, лучше самим все увидеть и услышать. Мне очень нравится. Здесь реально очень красивый вуз. Он меня прям вдохновляет поступить в него. Я реально очень хочу поступить. Здесь очень меня заинтересовал факультет судово-административный. Я знаю, что это лучший вуз для этого. В принципе, очень готовит квалифицированных специалистов. У меня много знакомых здесь учатся. Очень сильно хорошие отзывы. Мама тоже очень наслышана. У меня мама учитель, поэтому мы наслышаны очень сильно. Молодые преподаватели, очень много практики хорошей. Хорошее отношение к студентам. Меня посоветовали университет. Сказали, что здесь хорошие отзывы. Посмотрим пока факультеты, послушаю. Это мое второе образование, поэтому пока первый раз здесь буду смотреть. Одесская юрокадемия – это не только про юриспруденцию. Университет готовит высококвалифицированных специалистов в сфере права, политологии, социологии, психологии, журналистики, пиара, менеджмента, филологии и кибербезопасности. Слово, на базе университета открыт первый в Украине IT-центр, а также Центр кибербезопасности и информационных технологий. Студенты факультета кибербезопасности и информационных технологий уже сегодня востребованные специалисты. На этом факультете собрались лучшие преподаватели не только с Одессы, а со всей Украины. Там преподается и физика, и математика. Это точные дисциплины. Но самое важное – индивидуальная подготовка. Вот каждый студент этого факультета имеет свое рабочее место, то есть компьютер. И он ежедневно оттачивает свое мастерство вместе с преподавателями, и они становятся хорошими специалистами. Среди абитуриентов были и те, кто уже окончательно выбрал ВУЗ. Но все еще есть сомнения с выбором факультета. Выбор, который предоставляет Одесская Юрокадемия, действительно разнообразный. Если вы выбрали специальность права в нашем университете, вы можете получить и двойной диплом по другим любым специальностям. Для этого у нас огромное количество факультетов. И президентом университета Сергея Всевчимкиваловым созданы все условия для того, чтобы вы получили высококачественное образование. У нас есть самый крупный в стране IT-центр, центр кибербезопасности, где даже получая образование права, вы можете тут же получить и дополнительные технические специальности. Вы можете стать филологом, то есть, будучи юристом, вы уже можете изучить язык, и что, безусловно, поможет вам в дальнейшей профессии. И таким образом, обучаясь на той или иной специальности, вы можете параллельно поступать и на другие факультеты, получать двойные дипломы. И ваше образование, безусловно, предусматривает определенные скидки. То есть, это все сделано для вас, это все сделано для наших студентов. В Национальном университете Одесская Юридическая Академия уже несколько лет наблюдается тенденция. Все, кто приходит на день открытых дверей, становятся студентами вуза. В университете царит особая такая атмосфера, семейная атмосфера, где комфортно находиться. И поверьте, что те, кто приходят из абитуриентов к нам, они уже остаются у нас, это уже наши стопроцентные студенты, потому что все молодые люди, побывав в университете, хотят остаться и учиться, и получать самое лучшее образование не только в Украине, но и в Европе. Специфика факультета журналистики как раз поляга в том, что у нас есть принцип. Навчаемося, працюючи. И я тешусь тем, что наши лучшие студенты, уже будучи, навчающиеся на другом курсе, они соберализуют профессии. И даже сегодня берут в меня эфир наши студенты, которые сегодня на дне открытых дверей представляют себя, как журналист, журналист, да, журналист-практик. Багато выпускников нашего факультета соберализуют в профессии. И, очевидно, это один из показников успешности студентов факультета, журналистов самого факультета. Когда сегодня запутают, где работают твои студенты, я говорю, они на телерадиокомпаниях, не только одесских, но и даже на всей стране Украины. Всех собравшихся приветствовал высокий гость – судья Верховного суда Республики Польша Камиль Зараткевич, которому президент Юрокадемии Сергей Кивалов вручил награду в знак укрепления международных связей. К слову, международному сотрудничеству в университете уделяется особое внимание. В частности, на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Юрокадемии совместно с факультетом права и администрации Варшавского университета функционирует школа польского права. Я очень спасибо за приглашение. Спасибо за приглашение, за приглашение и приглашение до Академии. Я надеюсь на добру сотрудничество между нашими учебниками. О том мы говорили. Академия делает очень много впечатлений. Это очень интересное место. Это очень интересное место. Мои много осуществлений из того, что слышал. Ну и есть в прекрасном городе Одессе, которое также сделало на меня большое впечатление. Проводилем занятия, которым я занимаюсь, на тематом права цивильного в Польше, в Школе Права Польского. И, ну, по-за тем, что, я имею возможность представления огольных зарисов на выкладе, в основных, важнейших институтах права цивильного. И того, как оно сегодня эволует, какие новые изменения в последнем часе были ухваны. То, одновременно, очень позитивно, что студенты, не только что были заинтересованы, то также просто дискутировали со мной, задавали вопросы. Уже 15 лет подряд в университете действует программа, благодаря которой студенты с первого курса могут выбрать язык обучения – английский, немецкий или французский. Учащиеся имеют возможность посещать лекции преподавателей из ведущих университетов Европы и США, а также практикующих адвокатов и судей из-за рубежа. Ежегодно более 2000 студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и стажировки в лучшие университеты мира. Помимо этого, ВУЗ сотрудничает Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским судом по правам человека и различными международными организациями. Это дает возможность стажировки и дальнейшего трудоустройства, в том числе в ведущих европейских институциях. На трудоустройстве президент Юракадемии остановился отдельно. На протяжении многих лет ВУЗ стабильно обеспечивает всех своих выпускников официальным рабочим местом, а значит и уверенностью в завтрашнем дне. С каждым годом делать это непросто, но университет держит планку в вопросе трудоустройства и не разочаровывает студентов и выпускников. У нас нет государственного заказа, но мы занимаемся трудоустройством наших специалистов. К сожалению, нет государственного заказа. Я помню, мы на четвертом курсе распределяли, они шли на практику и были обеспечены работой. Изменилось законодательство, но мы все равно занимаемся трудоустройством. У нас есть договорные отношения и с национальной полицией, и с Генеральной прокуратурой, и с Министерством юстиции, с Союзом журналистов, с многими организациями, которые запрашивают у нас специалистов. И мы направляем их, и они проходят разные конкурсные отборы. И они обеспечены работой. Важно отметить, что на дни открытых дверей приходят не только одесситы. В этот раз было также большое количество абитуриентов из самых отдаленных областей Украины. Что неудивительно, ведь 90% всех учащихся в Одесской юрокадемии – представители других регионов. География широка. От Сумы, Мариуполя до Тернополя и Ужгорода. Кто-то впервые приехал, а кто-то уже окончательно решил, что это его университет мечты. Поэтому в сентябре зайдет в аудитории уже в качестве студента. Были и те молодые люди, которые не смогли приехать в Одессу на день открытых дверей. Однако они не были лишены возможности стать участником масштабного события. Прямые трансляции велись на всех социальных сетях Одесской юридической академии – в Ютубе, Инстаграме и Фейсбуке. А также на телеканалах. Я появила желание вступить на факультет адвокатуры, потому что еще с детства мрела быть успешным, або юристом, або адвокатом. И когда я узнала, что именно в Одессе у меня есть возможность сюда вступить, то, не задумываясь, приехала сюда и выбрала именно этот факультет. Почему национальный университет юридической академии? Потому что, по-перше, город Одесса, близко к морю. По-друге, он уже приправил за собой такой серьезный статус классного университета. Про него все говорят, многие, кто выпустився из этого университета, имеют неплохой карьерный рост. Помимо факультета в юрокадемии, гостей Дня открытых дверей ждало и знакомство с юридическим колледжем. Поскольку колледж – структурное подразделение университета, это означает, что известные зарубежные специалисты и преподаватели юрокадемии, среди которых доктора и кандидаты юридических наук, читают лекции как студентам вуза, так и колледжа. Я сейчас иду в колледж, потому что я после девятого класса. Так вообще выбрала юрокадемию, так как хочу идти, возможно, на политологию, хочу делать нашу страну лучше. Ну, живу в городе Одесса, решила пойти в этот колледж. Многие рекомендовали знакомые, многие здесь учатся. Я пришла подивиться, на что я буду навчаться. Я буду навчаться на право в колледже, подивиться умовы навчания. Ну, мне, звісно, все задовольняет, все подобается. Я буду поступать. Звісно, верю в то, что я поступлю. Мне все подобается. При таком большом количестве специальностей школьники порой начинают путаться с документами для поступления. Совсем скоро начнется активная фаза вступительной кампании. Поэтому в приемной комиссии университета уже несколько лет работает консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам, куда могут обратиться все поступающие. Для удобства абитуриентов у нас действует консультационный центр онлайн. Номер телефона 719-88-00, также на сайте университета вы можете задать любой интересующий вас вопрос, присоединиться, обратиться в консультационный центр, и мы поможем вам оформить документы, оформить ваш электронный кабинет, фактически сделать все за вас. Ваша задача обратиться к нам, и поверьте мне, что лучший сервис образовательный, который вы можете получить, вы получите именно у нас. Наши двери всегда открыты, мы с удовольствием вас ждем. Почему? Потому что в этом году вступительная кампания достаточно сложная. Именно для того, чтобы абитуриент 100% оформил документы, однозначно поступил в наш университет, мы делаем все для вас, поэтому ждем вас. В актовом зале можно было увидеть целые семьи. Абитуриенты говорят, что ответственное решение в выборе университета лучше принимать на коллегиальном уровне. Родители, которые пришли со своими детьми в Национальный университет Одесской юридической академии, не сомневаются, что после окончания обучения их дети станут настоящими профессионалами в своей сфере. Но она давно хотела, как бы это желание было, скажем, с класса пятого. Ей нравится именно само право. Поэтому, как бы, вот право и все. Она даже не все, вот она остановилась на этом и все. Во-первых, много у нее знакомых занимается здесь и наслышанных, как бы, что это такое, тут, как бы, такие, ну, выходят с такими знаниями отсюда. И, как бы, дорога в будущее, сами понимаете, ну, как бы, престижный колледж. Вот, попробуем. Помимо совершенной материально-технической базы, Одесская юрокадемия уделяет внимание развитию спортивной инфраструктуры, которая является одной из самых мощных в Украине. Спортивно-оздоровительные комплексы, стадионы, тренажерные залы и залы для танцев, боксерский клуб, а также открытые и закрытые площадки для проведения тренировок. Все построено с учетом для проведения всеукраинских и международных соревнований. Всестороннее развитие личности в приоритете руководства Академии. Ведь студенты могут развиваться и в творческом плане. На базе университета работает Центр культуры, где любой желающий может с пользой проводить досуг. Чтобы лучше познакомиться с жизнью Академии, для будущих студентов провели экскурсии по факультетам. Также абитуриенты побывали в музее редкой книги, где собраны уникальные экземпляры 17 века, коллекция миниатюрных изданий и одна из главных жемчужин – копия Пересопницкого Евангелия, на котором традиционно дают клятву президенты Украины. Никого не оставил равнодушным музей оружия, единственный в своем роде на базе высшего учебного заведения. Стрелковый тир и центр тестирования на полиграфе. Юношам и девушкам было любопытно испытать на себе, как работает детектор лжи. При этом центр оборудован современными моделями, одна из которых – полиграф пятого поколения компании «Окситон», которая используется в Пентагоне США. Что же, получив солидную порцию положительных эмоций, наверняка в следующий раз вчерашние школьники вернутся в Одесскую юридическую академию полноправными студентами вуза.